итак ребят всем привет вы не удивляйтесь у вас с экранами с мониторами все в порядке просто сейчас ребята угадайте какое время сережка сколько времени 3 час ребят время третий час илюха если ты нас сейчас видишь от тебя мы уже сделали 4 часа ходки от тебя ехали 4 часа пригласил нас илья на одну деревню ехали долго натряслись и надышались пылью от души планы были грандиозные и вот наконец-то приехали приехали походив пару часов и накопав кучу пробок и проволоки я подумал ловить тут нечего и предложил пацанам не разбивать лагерь а ехать на нашу же исследованную деревню пацаны в один голос а поехали хоть до нее было более 200 километров время на часах уже показывала 10 часов вечер и мы двинулись в долгую дорогу а вы бы как поступили на нашем месте остались или поехали кто-то скажет что мы больны но время 3 час ночи мы только приехали на коп ребят представляете только что приехали я вчера валялся в кровати не мог с постели встать не ходить не лежать серёга вчера тоже больной был но это ладно видеосюжет я начал не из-за этого хотел с первой находкой начать но серёжа красавчик сдавая назад наехал на терку на терку она вся развалилась но удивило то что возможно ее спасла лопата которая лежала рядом ребят терка неубиваемая недаром я называю кочерга блин она железная едет я ни хрена ничего не будет вон вон и вон ярик сидит он шоке мой прибор поломали да ему не нужен он при он приехал сюда поспать на природе и сейчас спать будет ладно подклеим нормально а мамы сейчас пойдем копать ребята сейчас мясо пожарим заодно кстати сейчас ехали смотрите чувствуете видите пара за рта 5 градусов ребята 5 курточку пришлось одеться потому что замерзнем в общем не жарко будет классно с первой находкой обязательно или какой-нибудь интересный фрагмент будет начну основное видео сюжета ну а сейчас просто приветствие ребята приветствия я вчера лежал не вставал буквально сутки проспался и вот с пацанами связался серёга вообще вчера и марта делал до с утра представляете больные люди больные один на голову другой на задницу и вот собрались поехали ну ладно ребят надеюсь вы вы такие же больные люди как и мы за свое хобби все что угодно отдадим так что ладно поехали итак ребята вот под такой красивый рассвет там вот речка и такая туманка легкая и вы знаете один из лучших сегодняшних сигналов выпала очень интересная монета очень интересно это у нас деньга деньга александра е.м. год к сожалению я не рассмотрел может через камеру вижу а наша монета оказалась очень дорогой монетой деньга 1815 года на интернет-площадках стоимость такого монеты достигает в среднем 91 тысячи рублей наша же монета копаная и сохран монеты не особо интересен но цена как вы видите 13 тысяч рублей было бы в идеале достигала бы полмиллиона рублей вот такая вот находка меня порадовала первым сигналом на этом шурфе сейчас все это узнаем охренеть так ребята вот он у нас сергей серега вы знаете он у нас самый сегодня удачливый тем что он у нас первый отыскал вот такую такую находку потому что по прибору проехал по прибору проехался и прибор ему на нашел сегодня вот такую-то орляночку довольно таки хорошую по золото сохранилась имеется ушко и это довольно приятно очень приятная находочка мы ее конечно замочим и утром посмотрим как она выглядит на самом деле зачет зачет класс вот так вот работает терка по которой проехался автомобиль работает в принципе вполне нормально ладно копаем и так ребята долго коротко но буквально сразу же как я вам показал видео сюжетик с пуговкой у рустика 3 копейки 55 год сохран бодрый вообще зачетный для шурфа это хороший сохран очень сохран хороший ну все находки поперли у всех есть зачетно продолжаем при свете фонарей копать ему в эфире вы чем-то раз навряд ли ну ладно будем ждать и так ребят только что трешка рустика и все же надо было подождать чуть 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 и он бы в прямом эфире вам выкопал вот такой вот 10 копеек год к сожалению разглядеть невозможно окислы 54 разглядел 54 до 54 год ну неплохо неплохо рустика пока чемпион по находкам зачет ну что ребят совсем светло становится уже уже можно на лобные фонари выключать было несколько сигналов у сереги рустика у рустама уже вот такое количество монеток раз монетка двушка трешечка затем еще одна десятка две десятки копейка и трешка в принципе пуля вот такая вот ну и конина еврейская я их так называю еврейской конина потому что здесь звезды давида так ну здесь он запутки какой-то еще стремена да какие-то тут железо 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 может быть здесь может что-то и найдется как с прошлого копа часть была от ножного какого-то да кто-то говорит это кинжал кто-то чего-то но не знаю нятного ответа пока не получал если интересно посмотрите предыдущую часть пар из-за рта хрен значит офигеть холодно ну ладно уже светло ну и что ребята вокруг шурфа хожу и выскочила такой сигнал большая в хорошем с охранчики солдатская пряжка со всеми крепежами ну правда немножко с дефектом но сохран хороший такая хорошая ранние советы зачат класс ну что ребят у меня очередная находка тоже верховая тоже вокруг фундамента и это у нас вот такой неплохого внешнего вида пятачок пятак тридцать восьмой год ну я считаю что сохранчик не дурный не дурный надеюсь почистится будет хороший тридцать восьмой год еще раз повторю неплохо заберем и так ребят иду я за камерой вернее сходил вам сейчас покажу верховая двушечка царская 1870 к сожалению е.м. было спб было бы куда кучерявий 8 раз дороже было бы монета ой 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 чуть ее обратно земляному деду не отправил вот так вот зачет вот здесь наверное сейчас двушка советская здесь вот пятак там он пряжка наверно вот здесь вот в этом эпицентре надо зашурпиться спина стала побаливать и так ребят ну что мы сюда с рустиком ехали дорога была сырая и рустам говорит это наверно к серебру конечно вы сейчас ничего не видите какой-то зеленый кругляшок но я вам хочу сказать это 10 копеек серебряный причем 10 копеек рс фс ровский вот такой вот зачетный серебрущик а что там еще что-то это покажи что там потом прямом эфире прямом эфире ты зрители очень любит смотреть следовать и вот так вот пока копай лучше крестик а да у русских там крестик был еще интересненький когда он застанал я думал что да это эдакая но вот такой крестик принципе не частый крестик оловянный у меня таких два шляпу чатан да ну так вот вот такой вот крестик не частый зачетный вот пока у русика вот так это находка и так ребята серега ковырялся там прибежал сюда я вам показывал здесь вот я поднял чё же здесь поднял то блин короче говорю серы надо шурфить здесь и вы знаете что он нашурфил это пока сегодняшняя сами самая суперская монета это пятак и он дорогой этот 1876 год здесь вообще хороший сохранить емский пятачок 1700 1876 год вообще огонь красавчик серега он сейчас пока всех уделал такой монеты вообще красавчик вот так вот слушайте меня ребята комрады почаще да итак ребята у сереги находка но я хочу сначала показать находку рустика ох какой сохранить хорошая копеечка двадцать четвертый год неплохой такой экземплярчик да неплохой ну а сейчас находка сереже 24 25 я бы заменял с тобой твой какой страдает ребята говно полное но серебро у нас не ты чего не отмокнет она она смотри затертый вся серебрушка эти фотки пришлю серебрушка часто серебрушка царская ребята это вторая сегодня серебро это радует серега там ковыряется где ему сказал серчо скажешь да нет и никто ты сказал там вот так был блять и вот серебруха вот именно в том месте ну ладно чё не бросил самое главное продолжает копает и находки есть так что давай ты только что говорил да блять что все кончилось и педы и таки кончили серебро поперла ладно ребят такой туман был сейчас уже рассеялся уже уже в принципе солнышко поднялось наш молодой комрад спит до сих до сих пор блин наш ботаник сколько спать будет не знаю молодежь спит обычно до обеда так что может быть через пару часов мы его увидим ладно классно шурф продолжает давать радовать смотрите там ростик чуть не жгонь какая-то там дарусь жгой да не жгонь ладно продолжаем и так ребят проходя мимо я зацепился вот на этот за этот вот фундамент он шурфленый но вон там вон я поднял вот такую трешечку 3 копейки 1880 год пацаны тоже я реки серега тоже копали тоже в округе подошли сюда это же верховые пытались здесь выцелить но я взял щуп и протыкал там щуп не лес там не копано и вот здесь щупа уходит на метр на метр но судя по тому что здесь засыпка когда режешь не обваливаться я продолжил и вы знаете здесь я поднял еще три монеты две трешки и двушка 1903 года серега только что тоже поднял двушку год какой сереж так что ребята смотрите у него ямка монету поднял и у меня ямка я поднял три монеты так что на этом фунде мы останемся а сам фундамент как вы видите копанный наверное пару лет назад судя по тому как здесь вот трава встала ну я не знаю здесь сережку здесь вот бревна валялись значит их выкопали и там бревна валялись но просто у них не было технология как правильно шурфить они просто тупо копали и бросали мы же при помощи щупа определили не копанные места и на какую глубину уходит и мы продолжаем здесь я не закончил я буду углубляться еще на несколько штыков лопат именно в этом месте так что если какие вопросы есть как пользоваться щупом под комментарий и пишите я может быть запилю видеосюжет как работать при помощи щупа как искать фундаменты перспективные это все будет зависеть от лайков конечно же и от комментариев чтобы вы просили да и я все это вам продемонстрирую я всегда на шурфах ребят без находок домой никогда не уезжаю так что вот так вот ребята у меня уже находок именно вот с этого фундамента ребят те находки я оставил замачиваться на том на старом фундаменте он там на русь сидит грустит может быть к нам как-нибудь придет ладно пока как-то идем дальше итак ребята там серега какую-то цинусную монету поднял смотри какой орлина у нас в тайкой таких районах не час такой находишь ух смотрите 1 фининг пенинг че-то до 1913 год интересно монета я таких не находил так вот ребят кто-то здесь шурфил узнает кто самарчан этот шурф мы продолжаем и уже сколько наверно штук 6 выдернули красавчик ладно идем дальше итак ребят я периодически ухожу с фундамента спина дуром болит и в разминочку сейчас он ходил до того фундамента между ними монета 20 копеек 45 год красивый год значит дом был до 61 года как минимум ну вот две двадцатки но я к чему ребят он видите мой приборчик вон он лежит где он тут вот я там остановился там тактовой засыпки нету нихрена но монеты там смотрите сколько чего я там сейчас кармашка достану так секунду ребята секунду вот такое количество монеток и сопутки я там поднял два пятака копеечка 24 в общем принципе вот такая горсть с метра метр на метр и прям находки там вот так вот сейчас возьму щуп попробую прощупать если интересно что-то будет наверное пойдем туда шурфить пока как-то вот так вот ребята вот так ну